Даже в будний день на Сопке-холодильник десятки отдыхающих. До самой высокой точки города они добираются пешком или на горных велосипедах, а на вершине устраивают пикники. Отсюда открываются прекрасные виды на Владивосток и Амурский залив. Правда, в последнее время отдыхающим приходится наблюдать и горы мусора у подножья Сопки. Это место очень популярное. Сюда в основном ходят, когда лето, когда тепло, на пикники. Делось бы, конечно, чтобы было все почище, но у нас так вот получается, что люди какие-то все за собой не убирают. Пластиковые стаканчики, строительный мусор, покрышки и прочие не нужные никому предметы. Жители ближайших кварталов говорят, мусорят на Сопке сами туристы. А еще владельцы расположенных рядом торговых павильонов, которые не хотят платить за утилизацию отходов. Сейчас с появлением именно вот этих всех магазинов много строительного мусора появилось вот именно на Сопках. До этого такого прям много его не было. Если бы как-то убирали хотя бы, а тут наоборот, приезжают даже порой, ну, скидывают где-нибудь, внизу мусор там и строительный. Как-то, ну, захламляют, конечно. На склонах Сопки-холодильник расположены старые военные укрепления – форт графа Муравьева-Амурского и несколько крепостных батарей, построенных накануне русско-японской войны. А на вершине Сопки установлены советские орудия. Все эти объекты – памятники федерального значения, но уже много лет заброшены. Казематы форта забиты мусором. Из-за этого турфирмы не водят сюда экскурсии, хотя Сопка включена в туристический маршрут. Экскурсионный маршрут пешеходный, малобюджетный был сделан еще несколько лет назад, пожалуй, лет 10 назад. Но то состояние, в котором находится и форт, и окрестные территории, оно не позволяет рассчитывать, что люди сюда будут ходить, вот именно как познавательные экскурсии. Деньги на вывоз мусора Сопки-холодильник время от времени выделяет администрация Владивостока, хотя по правилам делать это должны не только городские власти, но и другие собственники, имена которых мэрия и прокуратура города сейчас пытаются выяснить. После того, как это будет сделано, владельцы земельных участков, на которых образовались несанкционированные свалки, получат предписание о вывозе мусора. Если собственники участков не уберут отходы со своей территории, им придется заплатить штраф до 250 тысяч рублей. Но сколько времени понадобится на поиск владельцев земли, ни власти, ни прокуратура пока точно сказать не могут. Вывоз мусора с территории холодильника за счет муниципалитета на ближайшее время не запланирован. Анна Бережная, Евгений Апарин, Новости на Восьмом.